Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Уже мы закрыли больничный лист, в понедельник мы идем на работу. Так что все у нас в порядке, все хорошо. Спасибо за пожелание выздоровления всем. Да-да-да, спасибо за заботу обо мне. Очень было приятно слышать ваши комментарии, читать, что вы там как-то беспокоитесь о моем здоровье. Очень приятно. Стоит на столе мясо и кот и на тот стул, и на этот стул, и все в этот... к мясу все. А поскольку ты пролетарий, ты пролетаешь. Мясо мы его не пускаем. Сегодня мы будем готовить салат из того, что есть. Не готовила, будем пробовать, экспериментировать. Заправлять мы его будем оливковым маслом и вот этим вкусным сашином соусом. Длинный такой, который на холосас похож. Я не знаю, как он называется. Унаги. Ну, очень вкусно, мне понравился. Сделаем мясной рулет с начинкой из сосисок, помидорчика, немножко сырка натертого. И сделаю я десерт, очень интересный. Халва с добавлением творога. Все это взбивается в такой прям... Я не знаю, не делала тоже. Это на рынке мне рассказали. Что-то страшное будет. И попытаюсь взбить сливки, если получится. Потому что сливки, сами понимаете, сейчас это сложный вопрос. Купить сливки, которые забьются. У нас продаются хорошие сливки, но, блин, литровая... Взбитые уже. Не, взбитые это ерунда. Литровая бутылка стоит почти 400 рублей. Ну, куда это, ребята? Так что сейчас я буду готовить фарш. А что буду делать я? Сейчас. Фарш у меня говядина, свинина, чесночок, много не буду, и лук. В фарш я потом добавлю соль, перец, естественно, и 2 столовые ложки майонеза. Мяса полкило приблизительно. А Владимир Георгиевич тем временем порежет меленько, не меленько, пластиночками порежет сосиски. И пластиночками же порежет тоненькими, постарайся, пожалуйста, помидор. А потом, значит, на 3... А в миллиметрах ты можешь мне примерно сказать? В микронах могу. Ну, в микронах я не могу. Очки слабые, микроны не высчитывают. Пластинками мелко порежешь, в смысле тоненько порежешь, насколько возможно это тоненько. Так, ребята, а я тем временем буду молоть фарш. Это громко, поэтому на время... Это быстро, но громко. Поэтому я выключу зелень, я тоже в фарш добавлю, укроп и петрушку. Выключай. Да, выключай. Я говорю, выключи. Он имела в виду тебя, рубанет, выключи. Выключатель работает так, бац, мне по затылку. Я уронил камеру, она выключилась. Так, фарш намололи. Значит, говядина со свининой, говядина тут больше. Где-то так, 60 на 40 процентов. Плюс лук и зелень. Плюс лук и зелень, и я не убежала. Батя тем временем нарубил он этих сосисонов. Теперь рубит он помидор, мучает. Тоненько, я не мучаю, я стараюсь. Потому что начальник сказал. Старшой приказал. Старшой приказал, тоненько порезать. Так, ребята, теперь я добавлю, ну, солю, перчу его, естественно. Вымешивать пусть тоже Владимир Георгиевич вымешивает. Это я запросто. Так, соль, перец, майонез. Самое интересное, что в этом рецепте в фарш не добавляется яйцо. И вот меня терзает смутное сомнение, как он будет держаться. Хотя он уже будет запекаться в фольге. Ну, так тем более будет держаться. Пак, а магнитофон, ты же знаешь, я правильно сомнение. Так, ну, это надо будет пробовать. Фарш. А я попробую. Попробуем, попробуем. У нас есть пару людоедов в семье. Так. Руками будешь мешать. Фарш. Как скажите. Душу надо вкладывать. Так, это что? Это майонез. Две столовые ложки майонеза. Сюда. Майонез. Майонез. Я интересное вычитала. Ой, боже, забыла в каком году и какая цариса ввела вместо И и О ее букву. Ну, в каком-то очень далеком году в русский алфавит. Недавно, совершенно случайно. Красиво я сделал. Молодец, умница. Молодец, завозом бегай. Ну, вот ручки. Ручки знаю, что чистые. Поэтому и доверяю. Так, значит, это вымешивается. Я пока раскручиваю в фольгу и пойду включу духовку. Ты как придется, раскручиваешь все у нас. Раскручивает рулет мясной. Сейчас я принесу противень. Ребятки, я так думаю, что вы уже посмотрели первую часть фильма про Саки. Уже и вторую посмотрели. Уже, может быть, даже и вторую посмотрели. Знаете, ребятки, я тоже посмотрел. Очень мне понравился экскурсовод. Очень понравился. И как экскурсовод, и женщина, она такая довольно-таки приятная. И получилось, ну, на мой взгляд, это не потому, что Саша мой сын, а на мой взгляд, получилась классная экскурсия. Вот видите, чем отличается профессиональный экскурсовод от такого вот этого нераскрученного парня. Видно, что женщина обожает город, она просто готова землю целовать. И, кстати, очень любит свою профессию. Так самое интересное, что она же не коренной житель, она приехала. И до такой степени, вот, ну, прям, я ее, когда, она только открыла рот, вот, возле церкви, я тоже говорю, боже, просто прелесть. Вот просто, настолько обаяния в ней много, настолько она грамотная, подготовленная. Ну, просто замечательно, просто замечательно. Вот такие экскурсоводы, с ними никогда не уснешь. А то иногда экскурсию ведет так. Я помню, в Одессе, блин, ходили с экскурсоводом, так не знали, куда убежать от него. И чтобы вы так слушали, как я взял билет, да? Если бы он так говорил, мы бы хоть и смеялись. А то, ну, конечно, разные. Ребятки, ну, вот фаршик такой. Поскольку это не это самое, ни на котлеты, ни на что-то, или тоже отбить его? Не, не надо ничего отбивать. Это рулет, поэтому не надо. Не надо ничего отбивать. Сейчас я немножко вот так вот смажу листочки. Прекращай, Дианку. Вы мне не забудьте на Новый год детского шампанского купить, ребята. А то разберут, у нас сейчас пить стали гораздо меньше. А дети больше. И спрос на детское шампанское. А в прошлом году искали. Да? Не было. Было такое. Да. Было в пластике, но оно как бы не особо интересно. Да, в пластике как-то, ну, интеллигентно. Так, Владимир Игоревич, давай, если вы выкладывай сюда, ровненьким, ровненьким слоем. Это будет слой, да? Да, это будет слой. Я просто сейчас все и потом сделаю красиво. Да, да, да. Какой площади это должно быть? Какой толщины должно быть? Должно быть где-то примерно сантиметр. Это квадрат, прямоугольник, треугольник? Квадрат, конечно, лучше. А нет, прямоугольник, чтобы меньше скатывать. Прямоугольник. Это геометрическая фигура с прямыми углами. Это и квадрат может быть. И с прямыми углами у нас еще может быть... Ох, я хотела сразу же. Что еще может быть? Квадрат. Секунду, Лова подожду. Одну секунду. Жду. Это больше на квадрат все равно потянет. Нет, надо еще тоньше. Еще тоньше. Конечно. Подожди, я только хочу побрызгать. Блин, вот что случилось, а? Ну, застыло масло. Да ничего не застыло. И не надо на меня только. Не застыло, ни эта не бегает. А, нет, у меня уже руки. А может и масло застыло. Так стояло, что нормально. Зачем оно в холодильнике стоит? Да, точно масло застыло. Оно застыло и стоит в холодильнике. Зачем масло стоит в холодильнике? Оно же не портится. Оно портится, но... Ну, у нас не успеет. Ну, еще тоньше делать. Смотри, да. Да не надо. Не надо. Ты мне только скажи. Я все сделаю. Ну, выглядит уже вкусно. Попробовать, правда, не дали. А, попробую. А, уже поздно. Солить его, что его опять уже. Не соленый, да? Нет, не соленый абсолютно. Вот, значит, сверху давайте вот так вот. Посолили. Но вкусненький. Да, ребят, вы так не делайте. Это сырое, потому там еще и свинина. Ну, да. Можно сальмонеллу подцепить. Не надо. Лучше не надо, но вероятность есть. Ну, в общем... Ну, что, я думаю, что толще надо или еще. Очень вкуснее. Я могу еще точно сделать. Не надо, хватит. Ну, вот, ребятки, вот такая вот. Так, 100 грамм сыра я натираю. Ага. А я уже... А ты иди уже, мы и ручки. Ручонки надо помыть. Вот, 100 грамм сыра. Так, 100 грамм сыра. Чтобы ничего, ни грамма не пропало. Ляп. Так, выкладываем. Да, да. Ну, давай в две руки. Четыре. А, выкладывать. Я хотел просто с народом пообщаться. Пообщаюсь, а кто тебе рот закрывает. Ну, ты же сразу... Вот видите, как мы раскладываем такими вот монетками. Монетками. А сосиски какие-то с ветчиной, что ли, внутри. Да, ветчинные. Такие похожие, да. Ну, просто, понимаете, я вчера купила, я не помню, как они называются, сочные, что ли. Ну, Владимир Георгиевич Паврова сказал, невкусные. А, понимаете... А, это другая. Другие, поэтому, да. Ну, это вкусные уже. Невкусные, я думаю, они пойдут на обжарку, на завтрак что-то с ними придумать можно будет. А вкусные, чтобы не испортить фарш, мы сюда их и положим. Не, ребята, невкусные, ну, не в прямом смысле этого слова. Просто, понимаете, ну, вот... Невкусные. Что? Ну, чего-то, чего-то вот вроде там недоделано. Чего-то там соли нет, специи нет. Как-то вот так пресноматые они такие. Ну, когда много специй, значит, плохое мясо. Или много сои. Нет. Если специями добирают. Ну, подожди, не обязательно добирают. Любые сосиски можно сделать вкуснее, если их пожарить. Пожарить. В жиру особенно. Не то, что там на костре, а именно в этом. А на костре тоже, кстати. Не надо в два слоя укладывать. Не надо в два слоя. Так, выкладывай помидорчики. Ага. Томаты. Томаты, да. Невкусные помидорчики, но надо. Ну, они хоть помидорчики. В один ряд положат, их же мало. Вот так. А, вот так? Ну, конечно. Сколько мне дали, столько я и порезал. А в один нет. Ну, давай рядышком. Сейчас самое противное, ребята. Как я ненавижу их скручивать. Это ужас. Просто кошмар. Самое противное. Ты знаешь, надо было все это дело положить на лаваш. И что? И свернуть вместе с лавашом. В один слой тоненько. Лаваш бы растворился. О, как. Практически все закрыли. Все закрыли. Теперь я сверху присыпаю половиной сыра. А вторая половина пойдет... Мне. А вторая половина пойдет сверху посыпать. Не надо. Сыр, вкусная вещь. А это вот так будет брать? Ну, вот так. А я думал, так. Ну, как вот так? Вот так и будет. Не, я думал, вот так. Так сильно толстая она получится. А что ты не хочешь еще раз? Еще раз как? Ну, вот так. Румуньки. А ну, покажи, что вышло. Вышло нормально. Ну, так как голбаса получится? Да, запечатать надо по бокам. Ну, в смысле, вот здесь, чтобы ничего не вываливалось. Так, ребята, теперь мне нужны панировочные сухари. А это самопальные ты делала, да? Да, это я делала сама. Сухариков. Сухариков, да. Короче, с черствого хлеба. Смешиваю с сыром. Вот это вот все. Уже интересно. Перемешиваете, Владимир Георгиевич. А я тем временем смажу... Я сегодня мешаниной занимаюсь. Смажу рулет яйцом. Куда ты делал кисточку? Я приносила. Хорошо у тебя получилось. Хорошо, ну заводи. Вот, ребятки, я еще, знаете, что хотел сказать? Ну, по поводу вот этого саксского кино, двухсерийного. Саки Форева, две серии. Вот, там в комментариях кто-то спрашивал, как можно договориться, сколько это стоит. А Саша стоит? Саша, наверное, уже рассказал, но я ж не знаю, я не слышал, поэтому я не читаю ответы Сашиной. Вот, что это Сашина подписчица. Она любезно согласилась абсолютно бесплатно в свое личное время помочь. Ну, я ж еще раз повторяю, что человек очень любит свой город. Очень любит свою профессию, да, и подошла она к этому вопросу. Ну, весьма себе, вы ж видели, сколько у нее схем фотографий, архивных, копий архивных документов. Ну, вот, по полной программе. Елена Владимировна, ты знаешь, по-моему, уже даже лучше, чем я от себя ожидал получилось. Ну, а теперь это надо сейчас. Это что, сюда сыпать на? Это да, все обсыпать хорошо. И что мне понравилось, ребята, я теперь заболела просто бассейном за 200 рублей на весь день. Ну, ребята, действительно, это какое-то, знаете, издевательство. Не-не, подожди, подожди. Это надо ехать срочно и плавать. Пока в Саках не пропала вода. А то опять будем, как в 18 веке, искать воду в Сакскую. Вот так вот обсыпать все это дело. Ну, видите, в принципе, все очень недолго. Я что-то последнее... А вы знаете, смотрится, ну, чуть ли не как Наполеон, да? Ну, да. Да, выглядит, как будто это сладкое. Да, красиво выглядит. Нет, это не сладкое. Вот это я все заворачиваю и ставлю в духовку минут на 40. А потом я все равно фольгу сниму. А температура духовочки? Температура духовочки 170-180. У нас, кстати, она не показывает, поэтому я на глаз. У меня чуть ниже, чуть меньше я открываю. У тебя глаз очень хорошо реагирует на тепло. Ты на глаз, раз, на глаз в духовку. Все в порядке. А потом пока она... Пирометр прям вместо глаза. Когда запечется, я фольгу сниму, чтобы она подпеклась сверху. Она. Рулета. Ну, это я так подозреваю. У нас будут такие... Она, еда. Как это? Ну, посиделки такие очень быстрые. Скоростные. Ну, сейчас посмотрим. Нет, сидела не в лиц. Еще что-то хотел сказать. Вот вы знаете, просматриваю там видео, что-то там то, сё. Что-то думаю, надо вот с народом поговорить об этом, об этом, об этом. Вас, ну, вот как-то вышибает. Потом, ну, вот как только вернется мысль, я значит еще что-то расскажу. Вы в комментариях, под любым Сашиным видео, вы можете задавать вопросы мне. Вот так, конечно, нет. У нас в стриме я не принимаю участие, я рылом не вышел. А вот на посиделках все нормально. Поэтому я на какие-то вопросы отвечу, потому что, ну, Саня не на все может ответить. Не потому что он, а потому что он молодой еще. Молодой еще. Не жил он в 70-м году и в 60-м году в Симферополе. И он не знает просто где-то чего-то там. А вот меня возмущает вопрос, очень сильно возмущает. Только, да, только улицу Пушкина сделали, блин, переделывали 50 раз. И опять ее развалили и делают, там строят шикарное здание, все хорошо. Но почему нельзя было согласовать это заранее как-то? Ну, вот это парадокс. Что Карла Маркса сделали, разломали кусок. Что Пушкина разломали кусок? Ой, подожди, там ничего не разломали. Разломали. Мы с Сашей подходили, там даже на эту плитку вот такие вот сбили щиты и машина ездит по щитам. А за забором плитка сбита. Я посмотрела. Сняли плитку. Не сбито, ее разбирают. Ну, правильно, ну, зачем? Так что, раз заплатили, второй раз будут платить. В общем, короче говоря... Это уже будет платить тот, кто будет строить дом. Это не важно. Это уже не ворота. Это безалаберность полная. Это понятно. Конечно, лучше бы сначала было сломать, построить этот дом и красиво уже... Все запланировать. Ну, потому что вот раньше была плановая экономика, были планы, и нормально все было. Хотя тоже заасфальтируют, тут же долб. Забыли положить телефонный кабель. Раздолбали, положили. Раз. О, черт. А еще ж мы там обратку какую-то там забыли положить. Давай опять. Это точно один раз. Но вот заасфальтируют, это да, тоже такое было. Один раз в месяц обычно. Ну, у нас Пушкина такая многострадальная вот этот раз улица. Ее так долго делали, и опять, блин, все взяли, весь вид испортили. До Нового года не успеют, естественно. Нет, конечно. А, естественно, Новый год, опять, как и в прошлом году, будет, извините за выражение, срач на улице. Фу-фу-фу. Если еще пойдет дождь со снегом вообще. А он пойдет. Он пойдет. Обязательно пойдет. Так, ребята, значит, сейчас мы готовим салат. Давайте о грустном не будем. Так, сейчас про рулет давайте. С рулетом мы закончим. С рулетом, да. С рулетом у нас в духовке стоит. Значит, это минут на 40. Сейчас без 24 по нашим часам, которые идут сами по себе. Значит, где-то, ну, где-то минут 25-го, или в полпятого. Я его посмотрю, открою. Я думаю, что он уже будет готов, потому что фаш. Что-то я сегодня опять много говорю. Так, переходим к чему? Переходим мы теперь к салату. К салату. Салат у нас будет какой? У меня был... Салатный будет салат. Говорю то, что у меня оставалось в холодильнике. Сейчас экономия идет. Обрезки ялтинского лука. Нет, это не обрезки. Просто если вы берете чистить лук, надо его чистить до конца. Дело в том, что сейчас мы собираемся к Новому году уже. Надо в режиме эконом работать. Поэтому я полезла в закрома, так сказать. Надо и холодильник освободить. В закромах у меня нашлась пачка крабового мяса. Давай сюда ее. Удачно она нашлась там. Удачно, да. Я же хотела пойти покупать крабовые палочки. Хорошо, что я по закромам не лазил. Она уже не нашлась там. Крабовые палочки. Хотела делать с ними. Глена Владимировна, я все уже разделил. Лук резать. Как? Мелко? Мелко. Значит, лук режем мелко. Крабовые палочки у меня нашлись. Банка фасоли. Ребята, они делала. Эксперментирую. Банка фасоли. Бареные яйца. И купила я к этому делу сыр фету. И заправлять буду я оливковым маслом. В перемешку с этим вот. С соусом у Наги. Да, 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 да. С этим соусом. Очень вкусный. Это говорит вот то, что Саша очень любит. Дело в том, что я очень хочу купить, пойти я не знаю где. А он говорит где, а я не знаю где это. Вот такой вот я купила сыр. Вот в коробочке. Я не знаю, как правильно называется. Ты прочитай, там все правильно. У нас направо не напишут. Он там в жиже, в рассоле плавает. Нет, не в рассоле. Он сухой, хороший. Я его открыла, очень вкусный. На завтрак попробуйте. Одводик сделала себе. Очень вкусный сыр. А где ты его открываешь-то не вижу. Нарезаю я крабовое мясо. Короче говоря, можно палочки. Было у меня мясо. Владимир Георгиевич режет ялтинский лучок. Я бы сказал, что он уже его порезал. А я начну резать фасоль сейчас каждую на 4 части. Фасолька лежит. Я ее промыла. Вот это тоже надо резать? Да, огурчик туда пойдет. Это же мелко? Ну, огурчик как огурчик. Чтобы голова не болела. А не дешится. Стрессы снимают. Стрессы снимают коты хорошо. Я же не могу кота на голову. Это тоже мелко резать? Ну, средненько. Нашему котику пошел 13-й год. 13-й год? Да. 13-й год котику. Так, теперь я еще яйца сейчас сюда определю. Тоже резаные? Или целиком? Можно, кстати, на 4 части. Не надо иронизировать. Не, не, не. Надо помельче надо. Сверстали мы меню, сели. Да, да, да. Показать вам список, вы упадете в отборок. Не надо никого пугать. Ну, это так, это предварительный список. Да, это предварительный. На лист не поместился. Поместился. Ну, четко на лист от 4-го формата. Да. Это решили немного готовить. Каждый год одно и то же. Решили готовить. Хорошо, что Леша рядом живет, а холодильник еще один. Есть. Так. Мясо порезала. Фасоли, наверное, всю не буду выбрасывать. Нет, ну, просто многовато будет, я так думаю. Вообще, я не знаю, как сочетаться. Нет, правильно. Обычно же на скрабовое мясо... Мне фасоль на гарнир пойдет. Крабовое мясо с этим делаем мы. Там мало. С... 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 Кукурузой. Кого? А, да. Крабовое мясо с кукурузой. А это не делали, поэтому... А я думаю, что будет нормально сочетаться. Ну, мне что-то так кажется. Так. Папа накрошил. Совсем мелко. Я сделал мелко, Лена. Ну, хорошо. А, вот так у меня. А я яйца. Обычным способом, без всяких... Давила. Опять забыла купить. Соломанных, давила. А яйца резкую, да. Ой, фу, а яйца резкую, яйца резкую. Удобно с ней. Ну, да, нажал и все. Кношку нажал, спина мокрая. Так и так. А так положил, потом переложил, и оно все одинаковое. Квадратики. Вот. Ну, так это туда же что-то вываливай. Сюда, да? Тут прям все такое разноси. Я без команды не имею права. Да, теперь доставай. Что я не сказал? Зелень достань. Зеленый там лучок. Вот, в сверху лежит. Все мытое. Я вижу. И петрушку, наверное, укроп не надо сюда. А может, теперь... Нет, укропчик. Ой, подвяпший такой. Лена. Подвяпший вот так вот срежь, я запущу. Нет, 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 нормально, нормально. Зеленую часть только вставала. Да, да, да. Эту оставляем, да? И вот так вот, да? Да. Отлично. Ой, пахнет уже как. Да, он и такой симпатичный пока получается. На вид, надо перемесить-то как-то все. Посмотрим, что, во-первых, без майонеза, без этого. Я на оливковом масле ни один салат еще не делала. Ну, раньше же, когда-то мы кушали это самое. Подсолнечное масло. Подсолнечное масло. Пахучее, ароматное. Но не на все салаты же нашло. Майонез ели, сметану ели. Не рафинированное. Не рафинированное, да. Ну, ароматное. Пахучее. А оно пахучее. У нас продавали муж с женой. Они не сейчас на рынке торгуют, но сейчас они раскрутились. У них там много всего. А начинали они то, что стояли между варьками, приезжали с машины, выставляли столик и продавали домашнее подсолнечное масло. Боже мой, какой стоял запах. Аромат. Ой, прелесть, прелесть. Оно у них там тоже разного отжима. Так, ребята, ну вот с ясен 4 яйца много. Ну, до завтра останется. Салата много получится. Яиц много в салате никогда не бывает. По большому счету салата много не бывает. Сегодня сидим, завтра съедим. Ну да, и вот что завтра. Нет, тут единственное. А, ну да, заправлен же он будет этим там. Подсолнечным маслом, да. Подсолнечным маслом, поэтому сильно не потечет. Ну, короче, целая вот. Вроде чуть-чуть делали и целый тазик получился. Это как с Оливьей. Да. Давай в этом году сделаем немножко. Да, немножко. И опять тазик. И опять тазик. Так это не только у нас. Это у всех. У всех, да. Вроде я уже говорила об этом. Да, я помню. Еще что? Петрушку ты сказала? Петрушку и сырок этот. А, это сырок. Да. Как-то я его не успел попробовать почему-то. Сейчас, тебе надо его как-то... Так, петрушку, да? Да. Раскрыть, чтобы его порезать. Он же очень мягкий. Ох, а Петрушка, красавица, ребята. Вы посмотрите, какая... И не жесткая, кстати, я хочу вам сказать. Ага. Ну да, более-менее сейчас. Саня, попробуй, пожалуйста, сыр. Сейчас я Владимиру Юрьевичу даже дам. Дай, дай. Игорь Юрьевичу обязательно надо. Очень мне понравилось. Ему нужно здоровье после хворьбы поправлять. Чего ты? Ох, соленый какой. Да не соленый, он вкусный. Не соленый? Он вкусный. Ну, не безобразно соленый. Но он соленый. Нет, он вкусный, понятно. Это похоже на... На-на-на-на... Ну да, похоже на Филадельфию, смешанную с творогом. Вот на что похоже. Филадельфия вкусная. И досыпано соли туда. И каких-то еще... А, ну и привкус козий. Козеина. Вкусненький, вкусненький. Лен, я думаю, что вот столько хватит петрушки. Хватит. Дело в том, что я, наверное, его выкладывать туда, перемешивать не буду. А по порциям, когда разложим по тарелочкам, сверху положу. Пусть каждый себе... Ну, это я не знаю. Да он развалится, видите, какой он. Вот, я его, если начну размешивать, он... Рассыпется. Рассыпется весь, да. Вот, ребята, в принципе, и салат готов. Очень вкусный, кстати, сыр. Очень вкусный. Очень мне понравился. Я же говорю, у нас экспресс-посиделки. Да, почему-то да. Как по-быстрому. Ничего. Давайте о чем-то еще поговорим. Что-то я... Забыла фотографии. Хотела же найти фотографии. Ну, приобщить. Они у меня аж на антресолях. Далеко. И вспомнила только, когда уже... Галстук найти. Но ее еще на антресолях поищу. Этот галстук свой пионерский с Артека. Прямо это же, я не знаю. Я его точно не выбрасывала, потому что это такая памятная. Это, по-моему, 68-й год. Конечно, ты не могла. Нет, нет. Галстук для тебя, это как для меня партбилет. Не выкидывается никогда. Нет. На вечном хранении. Как партбилет. Это партбилет пионера. Это галстук. 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 У меня тоже. У меня тоже был. Саша, последний пионер. Да. Много было в галстуке. Помню, намочишь его утром. Да и пионеров немало было. Утром прям под краном и горячим утюгом. И он такой, ух, классный галстук. Получался немятый такой всегда. Но это каждый день. Да. Это такая честь была. Ой, в пионеры принимали. Прямо столько радости. А кого не принимали? В музее стройба. Это было горе. Не, а у нас принимали... Суициды пошли. Почему? Не приняли в пионеры. У нас в комнате Ленина принимали. А нас принимали? И на площади Ленина принимали. Ну, первых нас принимали. Это да. В военном училище потом принимали. В разных местах. Когда мы учились, принимали в комнате Ленина. И принимали же как? Только первых достойных. Сначала отличников. В комнате Ленина. Почему не в ленинской комнате? В ленинской комнате. В комнате Ленина. Вроде он там жил когда-то. Вождь не посещал Крым никогда в жизни. Братца он сюда продвинул. Работал в санатории Бурденко. Да, он работал не только в санатории Бурденко. Он работал еще где-то, по-моему, в... Он в Симферополе. Он в Симферополе, в больнице Симашко, по-моему, работал. Потом же он стал министром здравоохранения. Дичь какая, да? Почему? Принимали в Ленин. У нас тоже была ленинская комната. Я бы тоже своего родственника устроил бы, если был бы президентом каким-нибудь, устроил бы министром чего-нибудь. Можно... Не надо поболтать. Ты же видишь, она там осела. Давай я поболтаю. Так она осела, не осадок же это. Ах, что это? Это вот загустело. Это лед. Выпал лед. Вот так его стоит на улице, когда прохладно. Ну это же холодного отжима потом. Потому что там первый отжим, поэтому оно и... Опа, масло. Масла немного, да? Ну как, относительно. Да. Пол бутылки. Да ладно. Две столовые луги. Вот это можно взять ложечку? Естественно. Здесь уже соль, там все есть? Соли там ни грамма нет. И не будет? Ну я же хочу сыр, а сыр соленый. И вот это же тоже солененькое. Ну с этим вообще надо аккуратно. Его надо немного, он довольно сильный и сладкий. И много, Саша, вот на такое количество. А как ты считаешь, вот такую ложку и все, да? Ну как бы это много не было. Да? Надо пробовать все. Надо вот пол ложки положи, хорошо вымешивай. Сейчас я и фаре этого сурочка подброшу. Вот столько, да? Да. Вот теперь это надо очень хорошо вымешивать. Потому что, ребят, ну у Наги, я понимаю, что он вкусный, там сладко-соленый, такой обалденный, но его тоже можно переборщить и будет невкусно. В общем, надо хорошо вымешивать, пробовать и если что, еще добавлять. Вот говорю, кусочками сыра сверху положить. Сашка, кривица. Ну кривица, конечно. Салат. А мы сейчас знаете, что сделаем? Я сейчас отложу. И каждый себе в тарелочку. Нет, сейчас попробую, переложу. Ну, я вообще-то так попробовать хотел. Вот и я, да я же хочу с сыром попробовать. А, давай я тебе туда вот такую одну ложку. Давай, давай. Вот. Вот перемешивай, экспериментируй. Сейчас вот этого немножко. Там уже есть это. А, есть? Ты попробуй да сначала. Тут торопимся мы все время. И дымом запахло, да? Вкусный. Соли как там не было, так и нет. От этого соли не появится, он сладкий. А вот сладость появилась, Саша. Так, а теперь она, Вова, отсюда. И Саша отсюда с этим сыром. Ммм, вкусненько. Не надо его давить только. Абсолютно другой салат. Абсолютно другой. Из-за сыра, да? Вот этот солить уже не надо. Вот. Я ж чего и говорю. А этот надо. Так, подожди, я хочу же добавлять туда. Ммм. Я тоже думаю, что сыр можно сюда. Да, да. Я сюда его и хотела. И даже он кусочками все-таки, видишь, не разваливается. Ну, наверное, надо добавлять и туда не солить можно. Да? Очень оригинальный такой вкус получается. О, видите, ребята. Ну, а салаты абсолютно как будто два разных салата. Вот что такое, да? Добавили немножко сыра. Козьего. Ты чего вы решили что-то козье? Ну, да, там надо почитать что-то. Там надо по... По-арабски читать не умею. Ну, так вот, в том-то все и дело, что я ж тоже посмотрела. Надо брать... Лен, ты его сильно не режь. Пока будет мешаться, он развалится. Сильно не надо его разваливать. Я не буду, он сам развалится. От трения. Ммм. Кидай. Очень вкусненький. Ой, сыр прелесть. Да, сыр прелесть. Ну, его брать. Я его никогда не брала в пачках. Не маловато вот это сыр? Сейчас я еще. А, еще? А, еще. Ну, и что мы ждем? А, еще. Сыр ушел в пользу казино. Так, я же хочу попробовать вот это теперь. Ммм, вкусный. Да. Вкусный. Так, вот это можно закрывать. Мне кажется, не хватает. Масла, мне кажется, не хватает. Ну, может быть... Может быть... Масло надо добавить. Такое масло? Да, да, да. Давай, я добавлю. Дело в том, что написано, что молоко, сычужный фермент. А какое молоко не написано нигде. Ну, по идее, это козье молоко. Должно быть. Ну, терминологию мы оспаривать не будем. Может быть. Ну, вообще, вот нет характерного привкуса козьего сыра, козьего молока. Пишут все в комментариях, что это. Я думаю, что люди знают, что это такое. У нас народ умный, да, конечно, знает. Да, так что нам напишут, нам скажут что-то темным. Да, будем ждать комментариев. Кто знает, что это за такой сыр. Я забираю? Угу. Ты уже на часы поглядываешь. Еще рано. Рановато будет. Так, ну и, в общем, получается, с салатом мы тоже закончили. Да, что-то мы сегодня пятилетку за три года. Да, ну. Ударными темпами. Кстати, мне лихо. Видишь, как втянулись, ребятки, в съемочный процесс и все. Ну, видите, выглядит довольно симпатично. Да, я добавил все-таки немножко еще масла добавил. Да, потому что... И немножко сыра еще добавил. А куда ложечку-то? Какую? А пробовать? Ну, конечно. И несли. Все против народа. И чтоб народ и не попробовал. Так, это остается. Надо теперь брать такого, тут есть сыр. Значит, надо брать там, где сыра нет. Да, он там разошелся везде. Нет, нет, нет. По чуть-чуть. Он стал мягче. Да. В общем, салат готов. Да. Ну, и еще, ребята, вот по комментариям хочу вам сказать, что вот мы когда с Сашей прошлое там субботу, ну, трамвай вот этот вот был, вот эта небольшая экскурсия, зашли вот ко мне на работу в театр, показали немножко закрома театральные. Там, кое-что рассказали. И вы смотрите, как вы четко реагируете в комментариях. Уже знаете, что до 15-го числа все билеты проданы. Я вообще так, честно говоря, ну, не занимаюсь этими делами. У меня там другие обязанности. Я думал, что вот, честно говоря, не очень народ ходит. Оказывается, очень, правда, ходят, ходят. И у нас очень много выездных спектаклей. Что-то школы, детские сады, там всякие детские центры. Причем не только Симферополь. Это еще у нас и Ялта, и Джанкой, и Керчи, и Феодосия. Много-много. Ездим очень много. И народ все время там собирается. Детишки радуются. Просто, знаете, аж приятно смотреть. Они выходят, такие обсуждения бурные. А ты помнишь вот тот, а вот тот. Бармалей там всякий. Ну, хорошо, да. Я еще раз повторяю, что 10-го премьера будет. Репетировали. Я вчера, вот, не вчера, в пятницу. Я был на работе вечером, там, ну, отвозил документы, там, кое-таки. Репетиции идут. Значит, уже декорации, костюмы, куклы готовы. Я пока туда не, не это самое, не заглядывал. Хотя встретился с режиссером, вот с этой, с Дарьей. Вот она говорит, я еще не посмотрела, что там. Я говорю, да там немножко, но закрома нас пустили, показали. Она говорит, ой, большое спасибо, очень хорошо. Работы идут, а что вы к нам не заходите? Я говорю, ну, я не хочу прерывать ваш творческий процесс. Так что вот идет так потихонечку все. Я вот под шумок, под шумок, буду готовить десерт. Под шумок? Пачка творога, надо обезжиренный, но у нас обезжиренного не нашлось. Пришлось брать. Жирнючий. 9% да. Можно использовать сало. Ну, вообще, сказали взять нежирный, но я же говорю, не было. Может быть, он и был, но я зернистый творог, не люблю я с ним работать вообще, мне не нравится. О, мы какие капризные. Пачка творога. Самое интересное, что я... Или творога. Или творога. Давайте я помою. Надо же, я две, не зря взяла две ложечки. Так, и, ребята, внимание, загадайте, что это такое. Халва. Халва. Крымская. И халва. Сейчас я, наверное, кусочки... Подожди, дай мне секундочку. Вот так я положу сейчас. Смотри, чтобы я не помыл ее. Не надо. Потому что я и халву люблю. Опасно. Так, это я высыпаю сюда. Тут я спрашиваю, сколько. А сколько, говорит, хочешь. А сколько не жалко. А сколько не жалко. Ну, правильно. А халвая попробовала вкусная, свежая. А мне можно вот маленький кусочек? Вы знаете, ребята, я же сегодня ходил, делал снимок. И не кушал. И не кушал. Поэтому я вот так все пробую, мою быстро. А до этого тебя голодом морят специально, чтобы ты мыл, пробовал, когда у нас посиделки обычные. Очень вкусная халва. Халва вкусная, шикарная. Свежая. Я помню, пацаном когда был, а у нас в районе кинотеатра Амир, но мы с Сашей ходили и показывали, там где вот хотели построить дворец автомобилиста, потом что-то не срослось, там грунтовые воды. Короче говоря, мы построим маленький домик какой-то административный и завабахали 12-этажный дом жилой. Там дом 18, по-моему. Да, 18. Ну, я знаю, что большой, да. Не стандартный. У нас стандартные 9-этажки. Ну, сейчас там пошли 12. Но большой дом. Так вот, там был, у нас есть такой завод 1-ая мая, консервный и завод Кирова. Завод Кирова находится как раз вот там вот в районе как раз вот этих вот раскопок, где вот нашли сейчас древний там водопровод, канализацию. А это напротив, напротив завод Кирова. Прекрасный завод был, прекрасный завод. Сейчас он, я не знаю. Но он работает. Но раньше они делали тушенку мясную. Офигеть, какая вкусная. Они делали икру кабачковую, икру баклажан. Но там в основном работали с овощами. Овощами и мясо, тушенку. Вот я же говорю, очень вкусно. И там же делали халву. И там же делали еще патоку. Патоку делали для хлебозавода. Все вы знаете, когда делается бородинский хлеб, он обязательно делается на патоке. Поэтому он такой сладковатый. И мы пацанами, ну пацаны, в такую дырку пролезешь, и там где-то через забор, сторожа, понятно, гоняли. А там, представляете, машинами высыпают эти семечки. Они полулученные, но они не жареные. И прямо вот, ну вот, самосвалом, как виноград вот кидают на винзаводах, так семечки. Карманы понапихаем этих семечек и ходим. Ну сначала еще там чистим, знаете, а потом уже вот так просто засыпается. И, ну а там же ж тетки работали в основном. А тетки есть тетки. Тетки это мамки. А мы дети. Ну и поэтому все. Инстинкт работает. Ой, сыночек, иди сюда. И вынесла тебе на этой халвы. И вот идем. У этой халвы вот она уже вот здесь. А все равно жалко. И все кушаем. Так что да. И макуха там была. Макуху, да, да, да. Рыбокот на расхват. Макуху тоже там делали. Ну вот, что такое макуха? Это жмых. Жмых. Какие круглые штуки у нас соседа два рыбаки были. Ахваток, когда они там готовили. Они когда готовили, так они когда готовили прикорм рыбам, блин, весь двор там. Сыну из них. То они валили пшеную кашу с ванилью, там еще. То там макуху. Ой. Так, ребята, короче говоря, я все это начинаю пробую перемалывать. Так, ребята, вот такая вот получилась смесь. Масса. Очень вкусная. Единственное, что мне подходит и Владимиру Георгиевичу подходит. Саша хочет слаще. Леша тоже слаще не будет делать. Но дело в том, что я хочу попробовать, купила сливки, я хочу еще взбить сливки с сахарной пудрой. Забьются, значит, тогда положим каждому порцию. Сверху сливки, виноградик и гранатика. Ну, посмотрите. Ну, в общем, все это вы обязательно увидите. Но, ребята, очень вкусно. Такой оригинальный, своеобразный. Просто прелесть. Чувствуется отдельно. Вот и творожок вроде чувствуется. И халва чувствуется, а непонятно, что это за смесь. Очень вкусно. Так отставляю в сторону и буду пытаться взбить сливки. Видите, есть у нас еще добрые люди, которые подсказывают, чтобы Елена Владимировна, чтобы у нее башка не пухла. Ей раз рецепт. Раз рассказали, она бац-бац-бац делала. А так сидит бедняжка. Так это тоже получается, как? Я зашла в магазин, а как раз получили халву. Возьми халву. Я говорю, не буду брать халву, она сладкая. Она как-то, ну, куда нам еще халву? А женщина стоит, говорит, вы никогда не пробовали халву с творогом? Я говорю, нет, не пробовала. Вот попробуйте. Вот попробовала. Выдали рецепт. И очень даже имеет право на жизнь, да. Я даже не думал, что так вот будет оригинально вкусно. Хотя Елена Владимировна там как что-то удумает такое. Думаешь, вроде и не сочетаются эти как-то продукты, и как-то не очень их мы вместе когда-то совмещали. А итог? Ну, если на 5 с плюсом, то на 5 с минусом точно. 18 градусов, ребята, 18. Сегодня у нас 3 декабря, зима шурует полным ходом, а у нас плюс 18. Я вот это сходил делать снимок в больнице. И больные вышли на прогулочку, там как раз я был после обеда. Ну, и вышли погулять перед тихим часиком. Ну, к ним там пришли, там, кому жена, кому там девушка, кому мама. И ходят, мне это нравятся, шорты, футболки. И они там по городку, ну, там такой типа скверика, там деревьев немного, но вот такие кусты высокие. Ходят, гуляют, на лавочках сидят. А те, кто пришел в норковой шубе, эта шуба уже там в стороне, сидит бедняжка умирать. Но норковая шуба у нее есть. Она ждет зиму. Хорошей погоды, солнца мало, пасмурно, правда, но очень тепло. Завтра МЧСники предупредили. МЧСники чего-то там предупреждают нас. Они нас все время предупреждают. Дождь со снегом завтра. Дождь переходящий в снег. Ну, ничего. Резина поменена на зимнюю. Нам теперь по барабану. Дождь там будет, снег, гололед, гвозди посыпятся. У нас все в порядке. Все равно будем работать. Хоть снег с дождем, хоть дождь со снегом. Рулет я раскрыла. Ну, в смысле, чтобы он уже запекался. Фольгу снимать. Возьмет цвет немножко? Ну, фиг его знает. Он уже взял вроде бы как цвет. Но открыла. Мне хочется, чтобы получилось все-таки корочки. Но там корочка нам вряд ли получится, потому что с сыром же. Салат готов. Рулет, я так думаю, еще минут 10 постоит, будет тоже готов. А я попытаюсь взбить сливки. Я не знаю. Значит, что я хочу сказать. Сливки взбиваются в холодной посуде. У меня в холодильнике стоит и чашка, в которой я буду взбивать, и этот венчик, которым я буду взбивать. Можно было в тестомесе, у меня там тоже хороший венчик. Но у меня сливок немного, понимаете. Ну да, смысла нет. А вот к слову тут пришлось, вот у меня говорит, надо взбивать в холодной посуде. У меня там стоит посудина, просто пустая посудина, стоит в холодильнике, чтобы она была холодной. Все нормально. А я, знаете, вспомнил, у меня одноклассник был. Так вот, для него сахар ставили в холодильник. Он любил горячий чай с холодным сахаром. Пацаном он там был. Я, соответственно. Я когда первый раз это услышал, я так не врубился. Он думал, может я еще маленький, там что-то недопонимаю. Хотя и он такого же возраста. Ну вот, был такой факт. Ты знаешь, о ком же говорю, знаешь. Мы не будем называть фамилией. Смотрите, он как пьет. О, как будто это пиво прям. Пивопровод в обезьяне питомник. Да, ребятки, что-то мы сегодня действительно, какое-то у нас сегодня такое блюдо ненасыщенное. Ну, в смысле, нетрудоемко. О, нетрудоемко. Фаршик быц. А, представляете, была бы вот эта крутилка. Вы бы задержались подольше. А так кнопку нажал, спина мокрая, фарш готов. Все, Малка начинает взбивать. Сейчас будет шумно. Малка начинает взбивать. Малка начинает взбивать. Р rainей. Рау. Фарш. Малка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сижу и жду, когда позовут? Вот, позвали И тишина Чего не хватает? Ты возьми сюда, с начинкой Возьми сюда, с начинкой Ты туда не ходи, ты сюда ходи Левее возьми О, колбаска Вкусно С учетом телевизора Вообще вкусно И салатик попробую Пока попробую Да, салатик новый Так, ребятки Ну, я видел, как это готовится Даже как-то слегка принимал участие Запах шикарный Мясо Все, оно даже бывает невкусным Отлично Салатиком С виноградинка Отлично, ребята Имеет право на существование Кстати, как праздничное блюдо Тоже может идти Конечно, запросто Только побольше помидоров Наверное, надо и поярче Ммм Салат отличный Сейчас мы с вами попрощаемся Под этот салат суточка нужно обязательно Иначе это не салат Так, я пробую тоже рулет Почему-то тоже захотелось есть Тоже телевизор смотришь Оказывается, она тоже живой человек В то же время от времени питается Вкусно, но я сверху горчица примазала Ой, я примажу Да, сказал Очень вкусно, да Очень вкусно с горчицей Вообще супер Получилось Вот бы еще, Леха, если бы перед тем, как вот все это помажет Попробовал бы десертик И мы бы уже с на всеми разами попрощались И ты, папа, кстати, тоже А десертик пробовать надо как? А вот все, приемлюшку Белое, это сливки взбитые, Леха А вот то внутри коричневое То основной десерт Ты как раз только сливки и взял Да Да, вот это основной десерт Но ты хрен угадаешь, что это? Я не угадаю, что это Это семечки перемолотые Похоже, вкус халвы очень сильный Но, ребята, я вам так скажу Что если под это надо 100 грамм водки Под это надо 100 грамм коньяка Но десерт классный А это, Леха, халва перемиливая Ну, я угадал С творогом Перемешанная И все блендером разбито Отличный рецепт для быстрозавтрака Так, теперь вот байда А я делаю красоту навожу Чтоб оно было не только фу Даже в ложке красота что было Да, вот Вот специально, чтоб все вот эти ингредиенты Они попадались Вот я вам показываю тут и гранат И виноградинка И сливки И сам основной И пробую Коньяк это хорошо Ну да, ты прям такой салат себе сделала Фруктовый Папа такая не огнезья Вот же на таблетках у нас Кстати, на одних таблетках написано Ни в коем случае алкоголь Но алкоголь В общем, ребятки Вот такой у нас сегодня получился Обед, видите, все молчат Все пушат Масло трезянское Как она рабочая Просоюзная В общем, вот такие у нас сегодня Посиделки Довольно быстренько Довольно все Ну, вы видели Все готовится довольно просто И я уверен, что это все довольно вкусно Потому что салат с оливковым маслом В принципе, не может быть невкусный Так что, ребятки Вы у него спрашивали, когда были вторая часть САК Мы же все ждем Когда вы это смотрите Вторая часть уже вышла, ребят Так что, Лешек еще не видел А родители уже посмотрели Кать меня обделили Все, ребятки Как обычно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И увидимся в новых роликах Я думаю, скоро С Майами У нас следующий репортаж будет из Майами Да, ребятки Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok